Всем доброго дня! Это Гелиосар и Биология просто. Учебник биология, 8 класс, за авторством Сухоруковой, Кунченко и Цехмистренко. Параграф 4. Соматические и половые клетки. Деление клеток. Вспомните, какое строение имеет ядро. Ядро, по сути дела, окружено аж двойной мембраной и состоит из ядерного вещества, то есть ядерной жидкости, в котором находятся ядрышки и хромосомы. В чем сущность оплодотворения? Оплодотворение это когда два организма решают создать, или вернее даже можно сказать один организм, он решает дать потомство. Сущность оплодотворения это соединение между собой двух половых клеток, которые образуют единый новый организм в дальнейшем. То есть, по сути, эти две половые клетки, соединившись, запускают процесс деления для создания нового организма. Все клетки в организме человека и животных можно разделить на две группы. Соматические и половые. Соматические это клетки тела и всех его органов. А вот половые клетки образуются в половых железах. Набор хромосом соматических и половых клеток. Соматические и половые клетки отличаются числом хромосом. В соматических клетках человека 46 хромосом, 23 пары. Хромосомы одной пары имеют одинаковые размеры и форму, поэтому их называют гомологичными, от греческого хомос, подобный или одинаковый. Первые 22 пары хромосом, одинаковые у мужчин и женщин, это аутосомы. Хромосомы 23 пары, половые. Они различаются у представителей разных полов. У мужчин это Х и так называемая Ю-образная хромосома. У женщин это просто две Х-образные хромосомы. Деление соматических клеток. В жизненном цикле клеток выделяют два периода. Интерфазу и собственно деление. Метоз. Метоз это когда клетки делятся сами, без участия каких-то там половых клеток. В период интерфазы клетка готовится к очередному делению. Происходит удвоение хромосом, запасаются органические вещества, так называемый строительный материал. Также запасается энергией в виде АТФ. АТФ это аденозин-трифосфорная кислота. Основной такой запас энергии в клетках. Удвоившиеся хромосомы состоят из двух половинок, связанных с перетяжкой. В процессе метоза выделяются четыре стадии. На первой стадии хромосомы скручиваются, ядерная мембрана распадается, образуется веретено деление. На второй стадии хромосомы собираются в центре клетки, прикрепляются к нитям веретена. Перетяжка делится, каждая половинка хромосомы становится самостоятельной. На третьей стадии половинки хромосом расходятся к полюсам клетки. На четвертой стадии вокруг хромосом восстанавливается ядерная мембрана. Они раскручиваются и приобретают вид тонких нитей. Затем клетка с помощью перетяжки делится пополам. То есть метоз – это деление самой по себе клетки. То есть если говорить про самого человека, то это как бы человек сам по себе делится на две части, уменьшаясь при этом на некоторое время в размере, и образуются два абсолютно одинаковых человека. К счастью, такого не происходит. Такое возможно только у клеточных, и у самих клеток, и у клеточных организмов. Продолжительность интерфазы в разных клетках варьируется от 10-12 часов до 20 суток. Длительность метоза редко длится больше часа. В результате метоза образуются две дочерние клетки с исходным набором хромосом, то есть с одинаковым набором хромосом. Метоз лежит в основе обновления тканей, восстановления органов после повреждения, роста и развития организма. Образование половых клеток, оплодотворение. Половые клетки образуются в результате миоза. Этот процесс состоит из двух делений, следующих друг за другом. Удвоение хромосом происходит только перед первым делением миоза. В его ходе к полюсам расходятся целые удвоенные хромосомы, а не их половинки. В результате второго деления, которое происходит аналогично метозу, число хромосом уменьшается в два раза. Поэтому миоз называют редукционным делением. От латинского reduction – уменьшение. В результате двух делений миоза образуются четыре клетки, содержащие по 23 хромосомы, а не 46, как у остальных клеток. В семенниках формируются четыре сперматозоида. В яичниках образуется гейцеклетка и три вспомогательных клетки, которые вскоре погибают. Возникновение нового организма человека происходит в результате оплодотворения, слияния яйцеклетки и сперматозоида. При этом образуется зигота, которая содержит на полуный нормальный набор хромосом – 46 единиц. В зиготе соединяются хромосомы обоих родителей. У зародыша комбинируются признаки отца и матери, что повышает его жизнеспособность. Значение мейоза и оплодотворения в том, что в ряду поколений сохраняется постоянное число хромосом, характерное для данного вида организмов. Это у человека, как правило, 46 хромосом. У других живых существ количество хромосом отличается. Если бы в процессе мейоза не происходило уменьшение количества хромосом в два раза, то в каждом следующем поколении в результате оплодотворения число хромосом увеличивалось бы вдвое. Существование и эволюция видов, в том числе и самого человека, были бы невозможны в этом случае. Клетки организма человека делятся с разной скоростью. Клетки печени один раз в течение двух лет. Эпителиальные клетки кишечника два раза в сутки. Нервные клетки не делятся вообще, но при этом они могут расти и восстанавливаться. Поэтому сказки, так сказать, присказки, что нервные клетки не восстанавливаются, это неверно. Вопросы. Каковы различия между соматическими и половыми клетками? По сути, различия только одно. В соматических клетках 46 хромосом, 23 пары, а в половых клетках только 23 хромосомы. То есть вдвое меньше. Как происходит деление соматических клеток? Соматические клетки это не половое размножение. Они делятся сами по себе, просто разделяя свою собственную ДНК и таким образом разделяясь на двое. И постепенно восстанавливаясь до прежнего размера. То есть это просто клеточное разделение. Клетки сами по себе растут таким образом. Там существует аж 4 стадии этого самого деления. Как образуются половые клетки? Вот с половыми клетками ситуация немножко более сложная. Потому что в половых клетках не происходит стандартного деления. В половых клетках клетки делятся. И одна клетка получает 23 хромосомы. Полные, так сказать, они разделяют хромосомы на две части. И в таком виде и остаются. Не происходит удвоение при делении половых клеток. И уже только после этого половые клетки сливаются с тем, чтобы восстановить полный набор в 46 хромосом. Каково биологическое значение метоза, миоза и оплодотворения? Биологическое значение метоза это поддержание и восстановление клеточного самих по себе тканей. То есть клетки в результате метоза поддерживают свое постоянное значение. Благодаря метозу происходит восстановление организма. А также рост и развитие организма. Благодаря миозу происходит уменьшение количества хромосом в половых клетках. С тем, чтобы в дальнейшем в процессе оплодотворения произошло слияние двух половых клеток. И восстановление количества хромосом в новом организме. Оплодотворение, оно позволяет, так как оно содержит набор хромосом обоих родителей. Это сильно увеличивает изменчивость, позволяет поддерживать наследственность. И при этом защищает от возможных негативных изменений в этой самой наследственности. То есть, когда два организма образуют потомство, это сильно увеличивает выживаемость этого самого потомства. Продолжение следует...